В отделении эндокринологии 1-й городской больницы оно рассчитано на 70 человек. Традиционно аншлаг. Пациентам приходится уютиться лишь на половине положенной территории. И все из-за сорванных сроков капитального ремонта. Работы должны были завершиться 4 месяца назад. Мы ни одну койку не сократили и помощи не ограничили, потому что это отделение единственное в области. И направить этот поток больных куда-то в другое место не представляется возможным. Обновлению подверглась почти треть больницы. Это первый столь масштабный ремонт в учреждении. Производственный брак есть во всех отделениях. На некоторых этажах недоделаны вентиляции, а в этой паладе сразу после ремонта появился грибок. Несмотря на обещанную гарантию в 5 лет. Ну, знаете, когда гарантия начинается буквально через месяц после того, как начали работать, это прежде всего говорит о качестве. Это говорит о том, что нарушена технология в процессе производства работы. Объем незавершенных работ областной Минздрав оценивает в 5 миллионов рублей. Всего на капремонт детского стационара выделялось 57 миллионов рублей из федерального и 10 миллионов из муниципального бюджета. Теперь представители Министерства здравоохранения готовят иски в суд к Самарской строительной компании или ООО ССК. Ее совладельцы, по данным Спартинтерфакс, это Роман Реднов и Александр Половцев. Власти требуют закончить начатые работы до 1 июля, когда завершится программа модернизации по всей губернии, а также выплатить пене. Размер штрафных санкций сейчас приближается к 5 миллионам рублей. В прошлом году заказчиком выступал муниципалитет, и мы могли только косвенно мониторить ситуацию, не мешаясь с ней активно. Теперь муниципальные учреждения перешли на уровень субъекта, они находятся в нашем подчинении, поэтому сейчас эту ситуацию мы активно исправляем. Руководство компании-подрядчика заявляет о готовности оспорить любой судебный иск и штрафные санкции. Задержку ремонта по версии строительной организации спровоцировала администрация больницы. На сегодняшний день, между прочим, договор исполнен на 90%. Объемы, которые мы не успели выполнить срок, это часть помещений, которые нам до сих пор не переданы заказчикам. Я думаю, что у нас достаточно основания для того, чтобы доказать, что сроки не сорваны. С нашей стороны вины в этом нет. Между тем, по данным чиновников, у этого подрядчика, помимо первой детской больницы, не завершены работы еще в двух медицинских учреждениях Самары. На общую сумму около 10 миллионов рублей.